И вот мы приехали на Лычаковское кладбище, сейчас будет экскурсия по нему, а потом, как я говорил уже, я постараюсь пойти по своим маршрутам, в галерею и в музей скульптуры Пинзеля, по-моему. Вот, сейчас будет экскурсия, если будут какие-то, наверняка они будут, я уже неоднократно бывал на Лычаковском кладбище, будут интересные могилы, я сниму, покажу, все увидите. Вот мы вошли на Лычаковское кладбище, и вначале, вот сразу здесь, это аллея почетных захоронений, я так понял, и вот Сергей Кульчинский, это генерал, который погиб в АТО. А вот эта прямо черная стела, она установлена в честь Шухевича, его тело так и не найдено, и если найдут, со временем похоронят здесь. Пока здесь похоронена его семья, жена, мать. Вот такое начало Лычаковского кладбища. А это интересный памятник, о котором нам рассказал экскурсовод. Вот, посмотрите. Здесь, кроме хозяина, изображены две собаки. Плутон и Нерон, которые, когда он трагически погиб, пришли к нему на могилу и тут умерли. И вот их увечили в скульптуре. Таких памятников, как нам рассказали, всего несколько. В Европе и у одной собаки две слезы, у другой одна. Потому что одна собака умрела раньше, и он плачет и за ней, и за своим хозяином. А тот только за хозяином. Вот такой интересный памятник. А это могила Юзефа Тарасевича. Это был брат известного химика. Он сам был врачом. И просто очень интересно. Здесь многие скульпторы приезжают сюда учиться. Скульптуре. Насколько досконально это все сделано. Вот видите, все как живое. Не знаю, насколько видно солнце как раз. Но постараюсь показать. А это очень интересный памятник. Тоже хорошая скульптура. Сделана как вживую. Это актриса, насколько я понял, которая умерла на сцене. И вот уже 150 лет ей всегда приносят живые цветы. Постоянно. Такой тоже интересный памятник. Интересный памятник. Это польский драматург, историк Карл Шайноха. Ему так поставили. С одной стороны муза. С другой стороны это... Так как он был историком. Это богиня истории. И он был слепой. Ослеп. И свои произведения уже диктовал большинство, будучи слепым. Тоже такой интересный, красивый памятник. Сверху орел. Это он мечтал, что Польша расправит крылья. И здесь гербы четырех народов, которые входили в Речь Посполитую. Вот такой памятник. Это вот еще один интересный памятник. Я здесь уже был. Прошлое свои посещения. Это человек, который в 71 год, по-моему, в 71 год заболел тяжело. Должен был умереть. Но не хотел умирать, пока не увидит свой памятник. И он долго судился с бригадами, которые делали. Кого-то увольнял, кому-то не заплатил. В итоге все ему понравилось. И он прожил еще до 103 лет. И памятник тоже очень интересный. Действительно красивый. Не зря человек столько лет... Да, Стефанович. Самуил Стефанович. Вот такой интересный памятник. Вот еще оригинальный памятник. Многие спорят, что он назначает. А на самом деле это подпись Леопольда Левицкого. Известного художника. И памятник установили в виде его подписи. ЛТЛ. Но это известная могила Ивасюка. Известного композитора, который трагически погиб. А вот это интересный такой памятник. Один из политиков Львова. Заменить тем, что он отдал указание насыпать знаменитый холм, где находится высокий замок. И еще у него были самые длинные на тот момент усы. Вот такой памятник в виде похожей на телевышку. Тоже вот не очень интересный памятник. Трагичный. Это две девушки, которые, сейчас плохо видно, сгорели живьем при взрыве газа. Тоже, наверное, плохо видно отсюда. Солнце как раз. Попробую вам показать вот так. Это дочери знаменитого Зеха, который изобрел, по-моему, газовую лампу. Вот. 858 год. Наверное, плохо видно. А вот это символичный памятник, столб. Их устанавливали людям, которые начали какое-то дело и не закончили его. Или же трагически ушли из жизни. Рано. И вот тоже памятник девочке. Она умерла, когда было 9 лет. И там срез, где идет срез дерева на кресте, там ровно 9 колец. Еще 1881 год. А это мы выходим уже из Лычаковского кладбища. Экскурсия была примерно минут 40. Мы осмотрели такие памятные объекты. Я снимал, естественно, не все. То, что мне нравилось. Вот смотрите, это мавзолеи, которые при входе стоят. На вид как собор. Ну вот тот, который дальний там построил, нам рассказывали, какой-то очень богатый человек. Ну здесь, в принципе, все не бедные. Чтобы позволить такой собор. Вот смотрите, тоже памятник произведения искусства. Естественно, всего кладбища показать нет возможности. Ну, я думаю, вы приедете и сами ознакомитесь с этим интересным музеем. По-другому его уже не назовешь. Самое главное, что здесь чувствуется какая-то положительная энергетика. Вот не чувствуется смерти. Чувствуется действительно, что жизнь продолжается. На этом у меня все. Подойду к статуе Иисуса. Рекомендую приложить руку при выходе и, может быть, что-то попросить. Продолжение следует...